Музыка Егор у нас голодный всегда кушать хочет, поэтому каждые три часа я его кормлю, протертой пищей, там на пару питание ему готовлю. Вместе, конечно, без них никак без смесей. Чувство голода не покидает 11-летнего Егора последние 8 лет. В 4 года он пережил сложнейшую операцию. Из-за заворота кишок врачам пришлось удалить большую часть тонкой и толстой кишки. Долгое время Егор питался только через капельницу, но благодаря операции по удлинению кишечника, ему наконец стала доступна и обычная пища, которая сегодня кажется слаще всякого десерта. Каши тоже надоедать. Не моя. А вот такое-то для него. Кюре. Ну, лапшичку тоже ему варю. Смакует, ага. Растягивает удовольствие от такой еды. Но даже такие скромные порции диетических блюд, которых Егору всегда мало, не усвоятся организмам без употребления специальных препаратов. Все лекарственное меню едва помещается в двух огромных сумках, которые опустошаются всего за месяц. Вот у нас такой большой объем препаратов, которые Егору жизненно необходимы. Уходит порядка 130 тысяч в месяц. Но найти 130 тысяч рублей каждый месяц в многодетной семье, где работает только папа, удается крайне редко. Поэтому мама Егора честно признается, приходится экономить на всем, в том числе и на капельницах, в которых мальчик сегодня нуждается ежедневно. Однако полный отказ от лекарств чревато серьезными последствиями. Неусвоение пищи приводит не только к опасной поцере веса, ломкости костей и замедленному росту, но и к остановке интеллектуального развития. А! А, ну ты хорошо, давай я тебе сделаю. Не с полуслова, с одного звука Егора понимает сегодня не только мама, но и учитель. Из-за задержки речевого развития к 11 годам мальчик произносит всего пару слов. Говорить с окружающими удается с помощью разных интонаций, жестов и мимики. С дефектологом Егор занимается уже более двух лет. За это время вместе с педагогом мальчик прошел непростой путь. Из-за слабости мышц вначале не получалось ни то что писать, даже держать ручку. Он мог заниматься только первые 15 минут. Потом он ложился на диван. У него очень ослабленное здоровье. Он не мог сконцентрироваться ни на чем. Были очень трудные даже движения, например, головой или рукой. Сейчас он уже идет. Он чувствует, что он выполнил. Он удовлетворение от этого занятия получил. Идет и обязательно радуется с мамой. Большинство занятий Егор сегодня выполняет на планшете. Так он чувствует себя более уверенно. Легко разгадывает логические ребусы и выводит пальцем буквы. Всеми успехами спешит поделиться с мамой. Вот только радуется Егор или нет, понять непросто. Как выглядела улыбка сына. Мама вспоминает лишь по фотографиям. Повзрослел ребенок. Видно сразу, что жизнь такую прожил тяжелую уже за 7 лет. Переживаю, потому что родился здоровый ребенок. Вовремя это все не предотвратили у него. Хотя можно было это все сделать, чтобы он жил обычной нормальной жизнью. Как все дети. Чтобы жить нормальной жизнью и как все иметь возможность завтракать, обедать и ужинать, Егору необходимо собрать 132 600 рублей. Во столько обойдется курс лекарственных препаратов. Сейчас запасы специализированного питания и таблеток подходят к концу. И мама мальчика с ужасом думает о том дне, когда Егору придется отказать в любой еде. Помочь мальчику в наших силах. Отправляя самосообщение со словом «Чудо» на номер 7878. Вы жертвуете 70 рублей на помощь Егору и другим участникам проекта «Ты ему нужен». Также оказать поддержку можно через интернет-сайт www.helpdefischildren.net. Помогать легко. Сегодня именно ты нужен Егору Митрохину. Субтитры создавал DimaTorzok